Девушки отдыхают И многое другое. Поехали! Еще три новых ПВЕ-сценария появятся в игре с грядущими обновлениями. Но не забывайте, что все описанные нововведения могут быть изменены перед их вводом в игру или же вовсе не попасть в нее. Похищение данных Некоторые выжившие стараются оставаться в стороне от постоянных войн и почти ни с кем не сотрудничают. Они приобрели славу первооткрывателей пустошей, хранителей старых тайн и знатоков аномалий. Заброшенные вышки стали временной базой нескольких таких групп. Ходят слухи, что кто-то заставил их работать, собирает важные данные об аномалиях и использует оборудование для обмена сообщениями. Многие желают хотя бы приоткрыть завесу тайны и узнать секреты, оберегаемые скитальцами. Наконец появилась реальная возможность осуществить это, ненадолго получив контроль над вышками. К тому же за это еще и хорошо платят. Заказчик вылазки на охраняемую территорию уверен в успехе. Риск воздастся сполна. Но не все так просто. Добраться до места получится лишь прорвавшись через охрану. Трудностей ждут и дальше. Нужно захватить каждую из вышек с помощью специального оборудования. Не думайте, что враги будут спокойно ждать, пока вы закончите свои дела. Пока идет считывание информации, придется отбиваться от противников, прибывших по тревоге. Один из важнейших этапов операции — грамотное отступление. Получив информацию, следует как можно быстрее убраться из опасной зоны до прибытия основных сил противника. Главное — не мешкать с планом отхода. Иначе вся подготовка окажется напрасной, а для участников вылазка — фатальной. Война за огонь. Группа жителей Пустоши смогла запустить одну из буровых станций, оставшихся от Старого Мира. Это может серьезно изменить расстановку сил в регионе, что совсем не устраивает главарей конкурирующих фракций. Атака в лоб приведет лишь к большим потерям и переделу сфер влияния. Но и оставить все на своих местах, позволив конкурентам спокойно развиваться, тоже нельзя. Поэтому родился дерзкий план — устроить внезапное нападение, уничтожить добывающий узел и похитить топливо со складов. Команду добровольцев ждет тяжелая задача. Сначала проникнуть в район нефтедобычи и справиться с охраной. Затем обеспечить бесперебойную работу вышки для докачки последней партии нефти. Нужна дополнительная энергия, поэтому лучше поискать работающие энергоячейки в кустах мусора вокруг, как делают и сами мусорщики. После выполнения задач необходимо вывести все добытое топливо. Расслабляться нельзя. Главарь группы готов отдать жизнь за свое дело. Поэтому нужно быть готовым к яростному сопротивлению. Прорыв периметра Хозяева важного груза думали, что отлично его спрятали за надежными воротами и толпами охраны. Но в пустошах всегда стоит быть на готове, ведь чем ценнее то, что хотят защитить, тем больше желающих им овладеть. Заказчик операции при подготовке выразился предельно ясно Ворваться в охраняемый периметр Уничтожить всех, кто будет мешать Вывести все, что плохо лежит Доставить груз в безопасное место Говорят, что местные охранники – настоящие психи Навыкам их вождения может позавидовать даже самый матерый выживший По слухам, они даже умеют летать, атакуя прямо с неба Подтвердить некому, так что проверять придется на своей шкуре Заказчик отдельно предупредил, что с главарем лучше не сталкиваться Его методы не понравятся никому Обновленные рейды появятся в игре в конце марта – начале апреля Теперь, когда вы знаете все сценарии, присоединяйтесь к обсуждению в комментариях В этой рубрике мы рассказываем про полезные, но не самые популярные механики Способные облегчить бои в пустошах К ним относится система напарников Все они состоят во фракциях и становятся доступны после достижения определенного уровня репутации По умолчанию в бронемобиле сидит представитель механиков Каждый помощник обладает уникальными навыками, влияющими на ход боя При участии в битвах он получает более высокие уровни, награждая игрока новыми бонусами Сменить напарников можно нажатием вот этой кнопки в гараже Сейчас в игре семь напарников Представитель соответствующей группировки может дать солидный бонус, если ваш крафт полностью или частично функционирует по ее идеологии Например, одна из способностей Джейд из «Детей рассвета» усиливает огонь плазменных пушек и излучателей А огнепоклонница мести увеличивает прочность дрона из кабины оборотень на 25% Если правильно подобрать помощника, то польза будет ощутимой Джек – механики Дружелюбный парень, но может постоять за себя Бульдог – бешеные Опасный психопат, которому не стоит доверять взрывчатку Персей – скитальцы Предпочитает бои на средней дистанции с использованием пулеметов и дронов Глухарь – мусорщики Много лет провел в танке, поэтому ничего не слышит и не соображает Но с пушками обращается отменно Ганс – степные волки Опытный наводчик и штурман Джейд – дети рассвета Лично принимала участие в разработке энергетического оружия Мисти – огнепоклонники Когда-то была с бешеными, но по-настоящему раскрыла себя в обращении с огнем Не забывайте, что ежедневно восстанавливаемый заряд бодрости Поможет вам эффективнее зарабатывать репутацию у фракций Тем самым быстрее разблокируя напарников Наведите курсор на кнопку «В бой», чтобы узнать больше о своем настрое на день Продолжаем нашу рубрику о происхождении тех или иных деталей боевого снаряжения В этот раз, после небольшого перерыва на кабины, снова вернемся к оружию Осталось немного Автоматические пушки Самый простой вариант – легкое орудие рапира За основу, судя по конструкции, умельцы взяли немецкую зенитку «Флаг-30» Применявшуюся еще до катастрофы Продают ее за гроши, урезая при сборке скорострельность Отсюда и такое название – пушка меткая, но слабая Спросом пользуются небольшим, однако в умелых руках и такой мощности достаточно Когда-то давно скитальцы нашли в пересохших портах военные корабли, до которых еще не добрались степные «Волки» Сохранившийся М242 «Бушмастер» со специальной поворотной установкой и удаленным управлением решено было взять на доработку Конструкторы подпилили где нужно и получился вихрь Выпускает 200 выстрелов в минуту, но калибр уже посерьезнее – 25 мм Почему пушка так называется, никто не знает, но возможно все дело в морском прошлом Не стоит забывать и про миниганы Уравнитель часто мелькал в сохранившихся боевиках, где его использовали на джипах Так что выжившие не стали придумывать что-то новое и сделали так же На самом деле это старый М134 миниган Достать такой в жизни, а не на киноленте – задача не из легких Так что каждый экземпляр на вес золота Жнец Настоящий зверь и главная ударная сила скитальцев Потребовалось немало сил, чтобы снять старые ГШ-623 со списанных истребителей и грамотно установить их на машины Но это того стоило Миниган подходит для уничтожения любых целей Последний экземпляр на сегодня – Кавказ Одна из последних разработок до Кроссаута Тогда она называлась 6С2101 Изначально это была обычная турель, которую впоследствии приспособили для самостоятельной стрельбы по целям Именно так ее и используют степные волки А за умеренную цену и любой желающий Никаких особых умений не нужно Указываешь цель и наслаждаешься представлением На этом все Сражайтесь, тренируйтесь, конструируйте и торгуйте Ну а увидимся традиционно через неделю здесь же, в нашем гараже Рассказывайте друзьям, если вам понравилось наше шоу И оставляйте комментарии под видео Мы всегда готовы выслушать вас До встречи! Субтитры подогнал «Симон»